друзья в этом уроке мы рассмотрим с вами декор свадебных нарядов мы порисуем жемчуг пайетки бисер стеклярус драгоценные камни кружева особенностью свадебного декора является сдержанность оттенков максимально максимальная деликатность аккуратность которая подчеркивает то есть все эти качества должны в общем подчеркивать нежный образ невесты ну и исходя из этого краски в нашем сегодняшнем уроке будут также приглушенные и можно даже сказать однообразные работать я буду на хлопковой бумаге плотностью 300 грамм мелкой зернистая перед началом работы желательно закрепить лист к поверхности стола работать будем акварелью и проработку всех бликов всех блесток будем выполнять с помощью белого акрила для скиза нам понадобится обычный простой карандаш пластик и все детализацию будем выполнять с помощью одной кисти в этой синтетика с острым наконечником номер два либо номер три будет идеально первое что мы с вами рассмотрим это будет жемчуг жемчугом часто украшают наряды и не только ткань но и голову например какие-то серьги диадемы украшение волосах до любые также фата и это выглядит все очень изящно если честно меня просто магнитом притягивает к нарядам жемчугом очень очень я люблю его рисовать он очень просто исполнение если говорить о небольшом количестве но и конечно если говорить о каких-то масштабных работах где жемчуга очень много то конечно тут будет чуть-чуть посложнее посложнее в том что нужно каждую жемчужину каждой жемчужине вернее уделить внимание и это довольно кропотливо но итог обычно всегда потрясающий я расчертила лист на такие небольшие квадраты это делать конечно не обязательно можно выполнять в любом порядке как вам удобно и так давайте подпишем что первый у нас будет жемчуг мы сейчас с вами отработаем пару вариантов разберем основные оттенки которые могут быть использованы именно для проработки свадебных нарядах и уже в итоговых работах мы с вами порисуем жемчуг наиболее основательно скажем так вооружаемся карандашом и сделаем небольшие наброски в левой стороне квадрата я прорисую в первую жемчужину придаем ее форму круга жемчуг конечно может быть не только круглый да он может приходить и необработанный это непонятной формы справа стороны давайте рисуем не круглую форму например первое будет в виде капли верхушечка слегка срезана что-то такое да и так берем первый замес из жемчужины серого и большого количества воды набираем на кончик кисти и заполняем жемчужину оставляя только блики не закрашены равномерно распределяем цвет так далее кисть моем протираем и границу там где блик мы ее аккуратно растушевываем если нанесли много материала то вытираем его выбираем излишки на салфетку блик конечно я же не закрашиваю только растушевываю границу превращая в легкую легкую дынку так как оттенок очень светлый это будет сделать довольно просто первая жемчужина просохла мы можем прорабатывать тень для этого к замесу жемчужины серому можно его еще поплотнее набрать большим количеством воды уже не разбавляю для того чтобы цвет был плотный темный и для того чтобы его еще больше затемнеть я к нему добавлю небольшую каплю сепии набираю на кисть то есть вот он оттенок сепи и слегка вывожу его замес чуть-чуть затемняя оттенок жемчужный набираю на кончик кисти и далее по центру жемчужины я прорисовываю теневую часть такой небольшой горошинкой далее кисть мою промываю и растушевываю границы превращаю в легкую легкую дынку быстренько сглаживаю все границы кистью работаем уверенно быстро потому что краска не впиталась можно обойти блики немножко выделить внизу не забываем про тонкую полоску рефлекса мы с вами и не закрашиваем он буквально по центру жемчужины мы проделали этого действия с теневой частью отвести жемчужина сразу приобрела объемную форму далее этим же оттенком можно подчеркнуть контур жемчужины в нижней части подчеркнули то есть там где теневая часть мы подчеркиваем вверх оставляем светлым мы не закрашиваем не подчеркиваем его форму так если кажется что мало растушевки чистым кончиком ваши кисти все аккуратно растушевываем рефлекс внизу не закрашиваем мы оставляем эту тонкую полоску так ну и в серединку третьим слоем можно еще добавить цвет чуть-чуть потемнее то есть я еще беру каплю сепии и слегка затемняю так ну вот жемчужина готова посмотрите как она реалистично выглядит в принципе передает всю идею которую мы задумали мы выделили блики выделили тень и показали рефлекс то есть пару действий на жемчужина по итогу готова итак ребята далее мы переходим ко второму ряду на где жемчуг немного нестандартной формы которые мы привыкли видеть и используем также разное сочетание оттенков не забываем обязательно про блики можете с помощью карандаша их выделить например как в этом варианте вставляем блик можно где-то еще один блик тут можно блик но он уже будет не ровный не круглый до какой-то вытянутый возможно и в нижней части также оставляем блик и он будет будет у нас напоминать форму жемчужина которую мы задали изначально и рядышком пристроим еще один можно блики прорисовывать сразу можно их и в голове держать да то есть в голове своей решить где будут бреки и кардашом просто их не обозначать а уже сразу в процессе вырисовывать первую жемчужину давайте сделаем например в розовых оттенках можно использовать карминовый цвет можно алый можно краплак красный самое главное мы набираем его на палитру и разбавляем большим количеством воды совсем немного его нам нужно много на палитру не набираем с большим количеством воды мы по итогу получаем полупрозрачный цвет это самое важное что сейчас нам нужно и давайте мы его скомбинируем ну например сиен натуральный наношу также ячейку и добавляю большое количество воды так далее верхнюю часть жемчужины я наношу этот оттенок сиены теплый золотистый оттенок на нашу полупрозрачным и пока он не подсох я быстренько промыв кисть наношу розовый оттенок вот пусть они красиво друг с другом смешиваются получается к приятный нежный оттенок для того чтобы прорисовать блик мы можем и за основу взять жемчужный серый вернее не блик а теневую часть берем его за основу густо набираю небольшую каплю добавляю к нему розовый который мы использовали до в основу и можно вот эти вот то средним оттенком прорисовать теневую часть прорисовывайте кисть промыла вытерла об салфетку и быстро быстро растушевываю растягиваю границы вообще жемчужный цвет от нетской палитры пастельный он идеален для прорисовки жемчуга и его идеально добавлять в другие замесы так чтобы также прорисовывать тень вообще в любой оттенок он очень правильный и дает эффект нужный оттенок который необходим для прорисовки жемчуга далее этим же оттенком можно выделить нижнюю часть жемчужина подчеркнем контур вот так вот выделим слегка вниз можно все тщательно растушевывать блики у меня почти совсем потерялись я думаю что с легкостью можно будет их выделить с помощью акрила то есть акрил это такое спасение в данном случае так получилось приятный цвет думаю что его можно использовать с легкостью в декоре очень красиво бы смотрелся он нам например диадемия до свадебный венки какие-то красивые до волосы вплетают просто было бы супер вообще также в декоре платье конечно розовый оттенок это немного спорный вопрос но все же если он очень и очень нежный то все же использовать думаю можно можно взять акрил и с помощью акрила это частично доработать блики там где они у вас потерялись если не потерялись то не дорабатываем до оставляем чистый лист который мы не закрасили изначально вообще проработка акрила даже если у вас блики так хорошо выражены дает очень красивое сияние при вечернем освещении то есть если вы работ работу фотографируйте под лампой она дает невероятный эффект который будет заметен на пол пайетки по своей форме обычно чаще всего приближены к форме круга давайте мы также наметим с одного края проработаем разные формы с другого края возможно прорисуем какую-то дорожку из пайеток как это может выглядеть пример в деле уж да и так задаем круглую форму пайетки задали круглую форму и по центру обязательно отмечаем отверстие то есть это вот такая вот деталь отверстие про него ни в коем случае не забываем он играет такую очень важную роль пайетки вот такой вот круглой формы они могут быть как матовые таки глянцевые соответственно глянцевые блестят больше степени чем матовые матовые создают тоже блеск но он такой наиболее деликатный и при разном освещении часть пайетки какая-то может быть например вот эта часть освещена до 2 находиться кто в тени и вот за счет того что поедки какими-то небольшими своим участками ловит на себя такие блики они создают тут невероятное сияние плеск который присущен именно там материалу присущ давайте я уберу от лишки карандаша это мы покажем с вами чуть позже в цвете но главное нужно вам запомнить что пайетка может ловить на себя очень активно блик она может быть если находиться в теневой части где-то да где-то в складках то вообще не ловит соответственно и она скажем так однотонная самое главное нам нужно выделить ее контур и по центру отверстие куда крепится нить на и соответственно пайетка прикрепляется к ткани выдавать первая порядка у нас будет матовые фактуры и соответственно блики будут вытяжены не так ярко и в верхней части вот мы оставим блик на остальную часть заполняем далее кисть помыла и аккуратно растягивают свет то есть должна быть такая плавная градация но по итогу нам видно что часть пайетки дает блик остальная часть скажем так заполнена однородно мы также прорисовываем ее контур используем оттенок который мы использовали до этого это вроде бы у нас было сиена да но чуть-чуть темнее погуще набрать ее на палитру и она нам даст темный цвет также можно выделить слегка кто участок более темный чтобы опять же просматривалась тут разный переход оттенка и и и Субтитры подогнал «Симон»